Всем привет, меня зовут Надежда, и вы на моём YouTube-канале Stardust Geekses. Мы продолжаем прохождение клуба романтики, у нас легенда Ива, третья серия. Мэй здоровается и прощается. Интересно, о каком это речь, слава богу. Я надеюсь, точно не из тех, кто с нами. Хочу заметить, что мелодии в этой истории особенно прекрасны. Глава 3. Укрытие. Луна, путеводный знак, просит сюда, пожалуйте, в дорожный приют в горах. Деревня со своей главной достопримечательностью, Эшафотом, затеряла среди пейзажей, растворилась за очередным перерезком. Однако разговор с Атоши и Араей о казни и людских нравах, всё продолжалось, хоть уж и без участия Мэй. Плавно перетекая, беседа вышла на зыбкую почту сомнительных вопросов власти и закона. Сино, бессловно, решила поспорить с Ронином. В итоге, достаётся всегда простынным людьмам. Ты же не станешь утверждать, что среди самураев нет подлецов? Ну вот, что за натура, теперь мы с Мэй подначивать пытается. Воин выглядел совершенно спокойным, ответил скучающим голосом, будто не первый раз объясняя избитые истины. Не стану, несмотря на то, что это очень плохо и для них постыно, но для упомянутых тобой простолюдинов данное не имеет значения. Самурай выполняет приказы господина. В противном случае он недостоин, а недостойный самурай должен умереть. Это в идеале. Мэй с Умэем в недоумении развернулся в седле, взглянув на Сатоши. Это правило. Ниндзя быстро признал необдуманность слов. Хорошо, извини. Неразумно, Сатоши, чтобы развеять скуку в сердце человека с катаной. Демонстрируя самообладание, Рай кинул, дав понять, что всё в порядке. И всё же интересно, Синоби не внимался, утверждая, что выполняют приказы. Второй ниндзя покосился на него, затронутая тема ему тоже явно не нравилась. Ты слышала о некогда живописном местечке Аогавара? Это под столицей. Когда самураи матерей на глазах детей чертвертовали, там приказы такие исполнялись? Каза вмешался. Сатоши, разговор тухлый. Странно, что ты вспомнил именно об этом, впрочем. Ронин, не закончив мысль, рассказал. Расправа в деревне Аогавара плохой пример, там были определенные обстоятельства. Мэй училась понимать колкие глаза Каза за безразличием, с ордоническим презрением угадывать другие эмоции. И от того, что она заметила в них сейчас, у девушки по спине пробежал холодок. Если у взгляда может быть вкус, то это вкус остывающий на клинке крови. Расправа? Резня. В любом случае, те, кто непосредственно участвовал в этом, мертвые. Не дожидаясь, когда Казу его повторно одернет за подстрекание, Сатоши наконец сменил тему на менее сложную. Речь пошла о выпивке и чайных домах. Девушка украдко вздохнула. Из-за Ава моря и Саке они точно не поссорятся? Все может быть. Утром миновали последнюю деревушку, в которой Синови оставили своих лошадей, гнидуя, купленную для Мэй. В горы, укрывавшие клан, животным было идти слишком долго и сложно. Сатоши предложил не брать с собой Кирин, так как остаток пути предполагался недалеким, но для обладательниц длинных ног и копыт опасным. Однако, немного расспросив ниндзя, Рай решил, что кобыла отправится с ним. И все будет в порядке? Да. За лошадьми смотрит надежный человек. Давно он на нас работает. Когда свернули в лес, начался подъем. Сначала пологий, но постепенно становился все круче. Двигались, не торопясь. Никаких признаков дороги или хотя бы стежки не было. Путь выбирал Кадзу, следом Мэй. За ней Рай вел в поводу верную Кирин. Сымыкал Сатоши, шли в тишине. Иногда Низи резко менял направление, словно обходя что-то. Иногда вел через вальяжник, нагнорируя, казалось бы, чистые, более удобные и открытые места. Лес вокруг был деким и опасным. Китсуна чувствовал это. Скоро заметила, что ему Сумыне вглядывается в тени деревьев. Наконец, Сатоши сказал. Почти добрались. Куда? Подножие города, а их деревня еще далеко. Скоро увижу. Разумеется, Синоби не станут показывать свой дом Масумыне. Кай заручался за меня и все равно такого не был доволен. Приглашать Рони на основании еще меньше. Разговаривать о деле предстоит на поляне у костра. Почему тогда именно тут? Нет, странно. Китсуна ожидал увидеть какой-то шалаш или укрытый в чаще дом. Поэтому, когда неожиданно остановились, зазирались и только потом заметила портал пещеры, укрепленную какими-то блоками. С расстоянием нескольких шагов он был совершенно незаметен. Удивительно. Что это? Тайные укрытия используют для разных нужд. Например, в подобных случаях. Как долго нам тут встать? Вернусь через день до полудня. Один? Нет, если Дзюнин решит обсудить заказ. Казу надолго задержал на китсу на взгляд. Когда Сатош и Арай немного отдалились, продолжил. Хочешь, пойдем с нами, прогулка Тулск, но не тут торчать? Она ответила, еле шевельну губами, так что услышал толку и он. Хочу, но остаться с Масомне будет правильнее. Умная, еще и отдохнешь. Не боишься здесь ждать? Нет? Если приду один, подумаем, что делать дальше с твоими планами и юкаями. Ниндзя дотронулся до ее ладони, щекоча внутреннюю сторону. Мэй невольно улыбнулась, кивнула. Почему я чувствую себя с тобой так? Кол в горле, хотя мне хорошо. Голст Руни нас влек от мыслей. Кто-то другой может появиться? Из людей нет. Но лес обитаем. Мэй вспомнила и как в живущих горах вокруг деревни Севлоби. Ночью запритесь, с Кирин, ей места хватит. Сыновья открыли тяжелую каменную дверь. Здесь засов. Там за уступом родник. Воды засветло имберите. Остальное необходимое есть внутри. Избегая долгих прощаний, нельзя скрыть среди деревьев. Когда Руни и Накисаны остались вдвоем, Арай продолжил. Взглянем на это их тайное укрытие. Ну, давай. Встретил их короткий коридор с земляным полом. А Севна сразу определил. Кирин потом оставим тут. За ветким кожаным пологовом обнаружилась еще одна дверь. Девушка была бы рада любой лачуге, лишь бы не ночевать опять в лесу. Потому, когда она вошла в комнату, настроение сразу улучшилось. Уютно. Ну да, смотри-ка, даже и полежать есть, и костер, все. Руни насмотрелся, соглашаясь. Да. В пещере имелись две смежные комнаты. В большой обнаружился очаг и дрова. Кроме того, масло для светильников и приличный ассортимент еды, рис, фасоль, соленый овощ, а также вяльное мясо и рыба. Во второй комнате нашлись ведра и аккуратно смотанные постели, бинты и еще уйма всего. Сырости и затклости воздуха не ощущалось. Разожгу огонь. Можно мне попробовать? Рунин в легком неудумении протянул ей этажку с огневым. Конечно. Девушка немного ровея вдруг не выйдет, покачала головой. Попробуй обойтись без кремния и кресала. Заинтересованный Рунин приподнял бровь. Главное не устроить пожар. Мэй непроизвольно взглянула на потолок на датчик. Арая, похоже, тоже помнила результат ее предыдущей попытки. Взяв труд и засунув руку прямо по дровам, Мэй сосредоточилась. Это не должно быть трудно. Ой, блин, прям впритык почти. Сдержана, уверена, как подводить глаза. Раз. Сперва ничего не происходило, потом загружилась голова, давала себе знать осталось, но следом запахло дымом. Вот так, еще немного. Она дернула ладонь. Пссс. Обожглась? Нет, уже не больно. Офигенная способность, где ты можешь еще и обжечься. На стенах весело заиграли от света огня. По комнате начало разливаться тепло. Выбор повлиял на отношения способные. А что, как? Рунин приподнял руки, грея их и любуясь на бойко пляшущее пламя. Отлично у тебя выходит очаг разжигать. Спасибо. Я еще не тому научусь. Она посмотрела на уходящий дым, задумавшего, но утвердительно произнесла. Здесь есть воздухоотводы, дышать легко, и дым ровно тянет вверх, уверенно, снаружи его не видно. Нельзя умеет скрываться, а ты наблюдатель на Мэй. Не думаю, что все майка в твоем оке задумались бы о таких вещах, как движение воздуха. Она поклонилась. Вероятно, виной мои любопытства. Арая поправила ее. Любознательность — это прекрасная черта. Мэй вновь склонилась благодаря за похвалу. Затем мужчина наносил воды, и когда закончились ужином, на небе уже зажглись звезды. Проверив засов, Арая устроилась у очага. Я еще посижу, отдыхай. Если хочешь, не потревожу. Ожидает каких-то опасностей снаружи? Или не устал? Меня пока в сон не тянет. Че будет? Я нашла на полке среди припасов еды хороший чай. Могу приготовить. Буду благодарен. Мэй выбор повлиял на отношения. Ну ладно. Китсуна придирчиво посмотрела на ярко-зеленый порошок из перетертых листьев. Жанне получится сделать все по правилам. Даже просеять от комочков нечем. Она, постукивая по маленькой емкости и попеременно встряхивая ее, насыпала в чашечки чай. Залив водой, принялась тщательно, но без положенной изящности в движениях размешивать. Без специального венчика получал скверно, однако Мэй удалось добиться однородности. Мэсу Мэне попробовал. Вкусно. Похоже, пожилая ты и на голых камнях чайную церемонию устроишь. Она с достоинством поклонилась. Ты сильно преувеличиваешь, Мэсу Мэне. Но мне приятно это слышать. Спасибо за слова. Они не могли и не порадовать хоть напиток, который получился признаться далеко от должного. Спасибо за чай. Кицыно сделала глоток. Терпимо. Рай вдруг проговорил. Я в детстве любил сладости, посыпанные этим чаем. Мне удалось попробовать его уже в оке. Ты рос в достатке. Да, у отца большой дом. За время, проведенное рядом с Ронином, девушка мало что о нем узнала. Все рассказы так и иначе касались Они. Вначале Мэсу Мэн был пугающий чужим, и Мэй его опасалась. Потом почти все мысли были заняты произошедшим в школе гейш. Кицыно хотелось узнать своего спутника лучше, чтобы научиться понимать того, с кем имела не только общий кровь, но и, что важнее, общего врага. Она осторожно попробовала задать тему. Про моего вороного отца мне ничего не известно. Приемного зовут Ичира Накарома. В детстве я много времени проводила в его кузне. Мэсу Мэн посмотрел на нее, чему-то улыбнувшись. Интересно было? Да, очень-то много всего занятного. Меха, три наковали, разные молотки, зубила, подкова. Глаза Ронина весело прищурили, если он был готов вот-вот рассмеяться. Мэй осеклась потом, сообразив, опустила взгляд. Да, не самое подходящее место для игр девочки. Нашла, что рассказать о себе мужчине и его положение. Ха-ха-ха, Мэй, перестань, пожалуйста, это забавно. Впервые встречаю девушку, молотовую гейшу, которая находила интересными наковальни. Это было давно. Глядя на тебя, никогда бы не предположил. Подбросив дров очаг и сделав еще глоток из чашки, Арая сказал. Своих родителей не видел несколько лет. Когда получается, узнаю, все ли у них в порядке. Мэй не собиралась дальше расспрашивать Мусульмане о личном, но он не замыкался от нее и продолжил сам. С тех пор, как стал Ронином, я не был дома. Отец благородный человек, старый, самурая. Не хочу, чтобы он подбирал слова для своего сына и сумевшего уберечь господина. Ему будет либо стыдно, либо, что не менее позорно, он станет меня утешать. Впрочем, есть еще одна причина. Они? Верно, а не мстительно. Нельзя показывать им тех, кто тебе близок. Отец гордился бы тобой. Причем тут Скирин, блин, внезапно? Будь ему известно, кто твои враги. Не, следовало говорить о том, что меня не касается, а ты не учтива с моей стороны. Ну, ты высказалась. Просить не смею, надеюсь на твое прощение. Все в порядке, Мэй. Просидев еще немного, с Ронином девушка решила, что все же пора отдыхать. Раздался тихий скрежет, будто снаружи что-то царапнуло когтями дверь. Ты слышал? Да. Может, это эта пришла, которая мне понравилась? Как она, как ее зовут? Не Хульдра, забыла. Телем беспокойно топнула копытом. Звук повторился. Не волнуйся, чтобы открыть с той стороны понадобиться таран. Потом донесся приглушенный камнем, протяжный, прибирающий до костей тоскливый вой. Любопытный тут лес. Теперь точно не скоро усну. Жуткое существо скреблось, вылазь и тянало еще долгое время. Может, это сено у Дори? Кобыла, стоящая в коридоре, принялась испуганно метаться, опасаясь, что животное впадет в панику и побьется о стену. Особенно вышел к ней и, обняв за шею, принялся беспрерывно говорить, успокаивая Кирин голосом. В конце концов, все стихло. Кто бы это ни был, кажется, он ушел. Спи. Тебе стоит отдохнуть. Завтра, возможно, предстоит важный разговор. Поплотнее закутывшись в одеялом и лежал с открытыми глазами, рассматривая колышущийся рядом язычок пламени непогашенного светильника. Слушал, как в соседней комнате потрескивают дрова. Если Клан согласится на предложение, то моя жизнь станет похожей на их. На жизнь бы сумы на Яказу, Сатоши и Такао станет сумасшедшей. Она уже такой стала. Смогу ли я потом вернуться к прежнему размеренному укладу? Сердце сжалось, когда внутри зазвучала злая ирония. Отчего я взяла, что выживу и будет это потом? Странно, но прежде, учащих в школе, никогда не чувствовала себя такой слабой и такой сильной одновременно. Она задавала себе вопросы, размышляла о своих планах, стремясь выделить в них самые важные. То и дело, почему-то вспоминался горький запах осенних листьев, затем Мэй незаметно заснула. Утром перед пещерой все было тихо, никаких следов подвывавшего визитера не обнаружилось. Ронин вывел обрадованную Кирину из пещеры. Сам после завтрака принялся перебирать какие-то свои вещи в сумке. Чтобы не мешать мужчине и дать ему немного приватности, Мэй вышла на улицу. Тут же на ухвы раздалось приветливое. Фур-фур. Махнадый нос поделался к ладонным, проверяя, нет ли чего-нибудь вкусного. Не найдя лакосу, лошадь легонько ободнул девушку, плечо прося ласки. Ну, обними, егкий сына, гладя кобыла, скользила взглядом по лесу, всматриваясь к просвету между ветвями деревьев, угадывая, на что они похожи. Там не сосны касаются друг друга, а с горла на человек тащит мешок, а там высохшие в верхушке бука видна собака, стоящая на задних лапах. День в ожидании прошел спокойно, ночью никто не скребся и не выл. На рассвете, услышав с улицы голос Кадзу, орая, открыл дверь. Мэй, Масумуне. Добрый день. Здравствуй, Кадзу. Синоби указал себе за спину. Хонг. Приветствую. Третьим был глава клана. Мое имя Такао. Ронин церемонно представился. Меня зовут Масумуне, орая. Они обменялись короткими погонами. Примите мое почтение и благодарность за предоставленный кров и пищу, а также за время потраченное для нашей встречи. Такао ответил на вежливость. Надеюсь, наш скромный прием был вам не в тягость. Когда со знакомством и проявлением обязательной учтивости было покончено, появилась небольшая суть, а какая бывает, когда приходит кто-то новый. Пока Синоби умывались дороги, Мэй разложил ужин. Наверняка шли быстро, без дутких привалов. Остали, голодные. Благодарностью стали сдержанные улыбки. Колдун сразу приступил к разговору о деле. Мэй так и знал, что мы еще встретимся. Не очень радостно у него это прозвучало. Сатоши в общих чертах обрисовал ваш из господина Марая Масумуне. Масумуне. Хорошо, ваши смыслы на сложности. Прежде чем определить, как клан может помочь и станем ли мы это делать, я хочу знать все. Умышленное утаивание информации я приму за намерение обмануть и оскорбить. Кицу накинула, осознавая серьезность сказанного. Даю слово все услышанное и не уйдет дальше нашего клана. Помолчав, Мэй собралась с мыслями и обстоятельно начала. Сохранять невозмутимость было сложно. Однако ее не торопили, не прерывали. Только порой Такао задавал более детализирующие вопросы. Когда девушка закончила рассказ, Дзюнин поинтересовался. Могу я увидеть тот медальон? Конечно. Она достала украшение, полученное от Накамура и протянула Синоби. Хммм, Такао повертел его перед глазами, перед Лхонгу, тот взглядел в драгоценные блики. Редкого оттенка, какая-нибудь приметная вещица. Вернув украшение, глава клана уточнила несколько моментов, касавшихся боя с Рейки. Задумался. У меня есть мысль, Мэй, тебе она не понравится, но ты же понимаешь, что болезни лечат часто больно. Ты о чем? Я о гангрене. Не понимаю. Если твоей жизни угрожает опасность из-за знака, но Рейки может стоить избавиться от него. Пусть и утратив часть тела. Девушка затравленно осмотрелась, сильно погледнев, прошептала. Нет, я не позволю. Она представила, как ее хватает, вытягивает руку, как отсеченная кисть падает на землю. Мэй, Мэй. Кадзо взял ее за плечо, голос был требовательным и ровным. Смотри на меня, никто тебя не тронет, слышишь? Кицу накивнул, ловя уверенность и поддержку внимательных злых глаз. Кадзо подал ей чашечку. Возьми. Потом повернулся к Хонгу, холодно процедил. Забывчивый, говорил же, не пугай ее. Хонг развел руками. Не хотел. Успокойся, Мэй, успокойся. Хонг сомневаюсь, что подобная мера поможет. С большой долей вероятности печать проявится в другом месте, если это вообще та самая искомая Рейки печать. Тебе видней. Именно. Пока нет абсолютной уверенности в том, что крайности неизбежно прибегать к ним излишне. Вам интересен заказ? Я рассказала все, мне важен привратник. Его смерть. Что могу предложить за мент, ты знаешь. А если меня не устраивает названная тобой цена? Интонация Ронина утратила дружелюбие. Чего же ты хочешь, ниндзя? Чего я хочу? Калун посмотрел на своих спутников, потом на Мэй. Я не могу ответить на этот вопрос вслепую. Дело исключительно. Мне необходимо понимать риски для своих людей. Враг опасный, мы мало о нем знаем. Можете рассчитывать на меня. Ты настолько заинтересован? Я участвую, пока не закончим с этим, либо пока не встречу своего врага. Для меня нет большой разницы, где его искать. Они не возьмутся, откажутся. Сердце сжалось, призрачной надеждой рушивалось. Друг глава клана словно бы вспомнил. Сатоши упоминал, что у вас интересовала информация о таком и года. Да, я готов был дать за нее деньги. Маловато. Он сказал, должно хватить. Зианин покачал головой. Учитывая, какие связи должны быть у стражника, нет. Но Какао сделал паузу, на миг хитро прищурившись. Принимая во внимание наше расположение к Мэй, твоя готова взять часть сложности на себя и упомянутую сумму, предложу следующее. Мужчина потянул рука, скрывая показавшиеся на ладони бинты. Хонг займется сведениями о таком и года. Вместе с ним отправится Масумене. Он вновь посмотрел на Рая. Твое вмешательство понадобится, только если Хонг столкнется с Рейки и Леоне. В противном случае не мешай ему. Ронинг согласно кивнул. Возьмет ли клан твой за Касмой, я решу в зависимости от того, что удастся ему знать. А пока можешь воспользоваться нашим гостеприимством. Девушка покосилась на Синоми, которого знал дольше остальных. Кадзо выглядел совершенно безразличным. Просто неудивленный или догадывался, как поступит Такао? Знал все эти раздумья, Дзюнина, игра или нет? Ниндзя. Когда вы отправитесь? Сейчас. Ну я не думаю, что был бы смысл нам что-то там пытаться помогать. Тем более, тут Такао с Кадзо нахрена уходить. Кадзо и Такао прощались с Хонгом, что-то тихо обсуждая напоследок. Карая поправлял сделанные с седельной сумки. Девушка подошла к Ронину. Мэй. Убеждена, что мы еще увидимся? Я тоже. Она погладила мягкий нос Кирин. Я буду скучать. Пур-фур. Пур-фур. Ронин глазами указал в сторону ниндзя. Тебе нужна их помощь, но позволь дать совет. Не забывай, с кем имеешь дело. Это платные убийцы и шпионы. Знаю. Ну у нас там все норм, просто пойми... Ты пойми, мы спасли его, он спас нас, у нас любовь. Когда Ра и Хонг скрылись из виду, Такао произнес. Нам пора. Они двинулись вверх по склону горы. Они, по сути, получается, практически даже не отдохнули. Ниндзя были уставшими, однако по дороге Такао обстоятельно расспросил Мэй о ее успехах в магии. Ее результаты колдуна впечатлили. Особенно сжженный потолок. Он потом завязал кица на глаза. Путь снова лежал через пещеру, но на этот раз был несравнимо быстрее, без каких-либо подъемных механизмов. В какой-то момент девушка услышала очень далекий грохот водопада. Звук, затерявший среди камня, быстро стих. Когда повестку сняли, Мэй показалось, что она узнала, в лес, где училась магия и вымокла в ручье. А, мы, по-моему, упали в ручье, что ли, да? Вскоре появились дома ниндзя. Первым их встретил тренирующийся Сатоши. Где Хонг? Работает. Лишь получив ответ, Синоби повернулся к девушке. Здравствуй, Мэй. Добрый вечер. Ого, Мэй, снова здесь! Появившийся из-за дома старик приветливо улыбался. Дедушка Чонган! Чонган без лишних церемоний обнял ее строго, спросил. Как здоровье? Немного растерявшись от такого радушного приветствия, Мэй ответила. В порядке, спасибо. Вижу, с ног все валитесь. Чонган, прошу тебя вновь принять гостью. Да понял уж, идем, Мэй. Китсу набросил взгляд на Казу, тот одобряющий кивнул. Открывая дверь, старик пожевал губами, нарочитый заговорщицки через плечо спросил. Признавайся, околдовала их. Нет, что-то я не умею так применять магию. Ой-ой, переполошилась как... Магия. Поверь, без всякой магии между мужчиной и женщиной такое колдостого бывает. Ни один волшебник подобного сотворить не сможет. Она смутилась. Ничего такого. Хе-хе. Лиса, ох, лиса. Мне показалось ли он в множественном числе, я сказал. Отдохнувшая китсуне, вышла из бани, достала из сумки купленное в городе масло, привела в порядок волосы. О, северный... Северный мотив русые. Черные. Русые. Полусобранные. Ну давайте полусобранные, останемся... За окном давно расцвело. Сколько же я приспала? Ммм... Судя по стоявшей тишине, в доме никого не было. Одевшись, Мэй собралась выйти на улицу, но ее опередил стук в дверь. Да? Это был такао. Казух валил твой чай. Угостишь? Удивленная визита, она поклонилась. Конечно, с большим удовольствием. Колдун, сев в кочегу, принял парящую чашку. Чудесный, спасибо. Китсуне была уверена, что Дзюнин пришел не за чаем, и не ошиблась. Пока мы ждем вести от Хонга Масумуне, возможно, ты и выполнишь одну мою просьбу. Какую? Вот и настали проблемные времена. Мы встретились с Такао, и я теперь не знаю, с кем из них быть. Блин, я вообще не знаю, как быть. Я думала, что я буду только Скадзо. Вот, ну, как бы, Масумуне меня не особо привлекает, тем более, он там, Ронин, умрет скоро. Теперь я думаю, с кем я хочу быть с Такао или Скадзо. Блин, это так больно. Неху. Если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, делайте колокольчик серым, чтобы не пропустить новые серии Клуба Романтики. Всем до встречи, всем пока!